Что такое 5G? Уже не первый год идут упорные слухи о вреде 5G, облучении, чипировании, зомбировании и так далее. В данном видео разберемся, что такое 5G, говоря простыми словами. 5G происходит от английского fifth generation, что переводится как «пятое поколение». Речь в данном случае о пятом поколении мобильной связи, которая действует на основе стандартов телекоммуникаций 5G AMT 2020. 5G – это телекоммуникационный стандарт связи нового поколения. Говоря простыми словами, 5G – это новое поколение мобильной связи, которое позволит людям пользоваться мобильным интернетом на более высокой скорости. Кстати, а что по этой самой скорости? Будут ли у пользователей обещанные гигабиты? Максимальная скорость передачи данных при идеальных условиях 20 гигабит в секунду – это входящий трафик, а исходящий – 10 гигабит в секунду. Пользовательская скорость передачи данных в плотной городской тестовой среде 95% времени – 100 мегабит в секунду – входящий трафик и 50 мегабит в секунду – исходящий трафик. Как вы можете заметить, максимальная скорость в идеальных условиях действительно поражает воображение и открывает новые горизонты в плане пользования мобильным интернетом. Но это лишь идеальные условия. В реальных же условиях с серьезной нагрузкой на базовую станцию подразумевается большое количество пользователей, подключенных к ней одновременно и пользующихся интернетом на максимальной скорости. Скорость мобильного интернета в сети 5G может оказаться существенно ниже – до 100 мегабит в секунду. На сегодняшний день подобные разбросы есть и в сетях 4G. Некоторые абоненты могут похвастаться скоростью мобильного интернета более 100 мегабит в секунду. Местами даже более 200 мегабит в секунду. Это уже 4G Plus или LTE Advanced. Другие же абоненты жалуются в группах мобильных операторов в социальных сетях на скорость в 1 мегабит в секунду, а то и меньше. А операторы отвечают им нечто вроде «это соответствует минимальным стандартам». 5G – это новое поколение мобильной связи, которое поднимет скорость мобильного интернета в среднем, но ждать 10 гигабит в секунду все-таки не стоит. Чем 5G лучше, чем 4G? Разумеется, более высокая скорость передачи данных. 5G работает на более высокой скорости передвижения пользователя. Пинг намного ниже, что очень хорошо для онлайн-игр. Емкость сети 5G значительно выше. Энергозатраты на загрузку одного и того же объема данных у 5G меньше. Что нужно пользователю для 5G? Здесь ничего сложного. 1. Нужен смартфон с поддержкой сетей 5G. Указывается в спецификации, а иногда даже и в названии смартфона. 2. Нужен мобильный оператор, который имеет вышки и поддержку 5G. 3. Необходимо находиться в зоне покрытия 5G. На сегодняшний день это самый больной вопрос, так как сеть 5G в России только начала развиваться, и для более или менее нормального покрытия может понадобиться несколько лет. 5G – это опасная технология? В вопросе безопасности научный консенсус, то есть коллективное решение позиций и мнение сообщества ученых в определенной области науки в конкретный момент времени, заключается в том, что 5G – безопасная технология. А аргументы, которые используют ее противники – это конспирологические домыслы и теории, которые связывают с технологией, что уже само по себе якобы является достаточной причиной не доверять ей. Да, базовые станции издают излучение, которое может неблагоприятно сказаться на здоровье людей, но существуют нормативы на установку базовых станций на определенные расстояния от жилых домов. Нарушения имеют место быть, но это не значит, что нужно поджигать или уничтожать другим способом станции 5G. Достаточно обратиться в соответствующие органы, чтобы урегулировать данный вопрос. А на этом у меня все, буду признателен, если оцените данное видео.